Вы верите, что Иисус воскрес? Я верю Всевышнего Аллаха. Аллаха. Это я мог понять так, что у вас такой книги в доме нету. Нету такой книги. Такой нету. А у вас в доме, как я понял, вот эта книга есть? Да. И вы умеете считать вот это? Да. И что тут написано? А тут написано. Тарджамат ма'ани. Аллал фаттель русият. То, что Коран переведен на русский язык. Правильно. Так вот. У нас. Вера наша в Иисуса Христа. Появилась раньше вот этой книги. На 600 лет. Я здесь много мусульман. Я спрашиваю. Скажите, пожалуйста, уважаемая. Когда умер ваш автор этой книги? Повторяю. Ни один еще не ответил. Когда умер автор книги? Да. Кто писал-то? От кого она изошла? Кому это откровение, как он говорит, было? Кому? В смысле, кому она была? Ну, Мухаммаду, как кому? Магомету, как его зовут. Когда он умер? Я спрашиваю. Когда умер Христос, я... Подождите. Вы хотите сказать... Вы, возможно, не знаете, но... Мусульмане также Иисуса Христа считают... Мне это можно не пояснять. Потому что у меня вышло 38 томов книг, и один посвящен Корану. Я разбираю все по сурам и аятам, сравнение с Библией. Вся мировая история ислама. Что говорили великие деятели, что поэты говорили. Хорошо, хорошо, хорошо. Что в итоге? Что говорите? Вы хотите мне сказать, что ислам какая-то не такая религия или что? Ну, что не такая, то это... Вы сами знаете, что не такая. Она еще как-то... Так, а вот вы сейчас можете, мы с вами разговариваем, ни одного мата не сказать, и чтобы не уходили так просто. Поэтому я бы задал вопросы. Без проблем, без проблем. Так, я вопрос тогда задам вам. Хорошо. Вы с содержанием Библии знакомы? Плюс-минус. Так, коротко. Иисус Христос брал меч в руки. Учил ли воевать? Учил ли воевать? Я могу ошибаться, но я думаю. Не знаю, но я думаю, что нет. Нет. Он говорит, любите врагов ваших. Мы вот православные христиане, мы в армии не идем служить. И мусульман убивать никогда не будем. Мы идем только альтернативная служба, за больными ухаживать. Снаряды подавать не будем. Иисус не воевал. И когда Петр взял меч заступиться, Христос говорит, вложи меч твой в ножны. Взявший меч от меча погибнет. Кто ведет в плен, сам пойдет в плен. Теперь я спрашиваю мусульман, вот к вам задам вопрос. Скажите, пожалуйста, сколько сражений, битв провел ваш предводитель, руководитель или автор этой книги? Как назвать, я не знаю. Нет, 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 вы не так задаете вопрос. Подождите. Хорошо. Сколько лет войны было мусульманам, имею в виду? Десять лет войн было. За десять лет войн, сколько людей убил Мухаммад, а вы знаете? Я думал, что вы знаете. Мне нужен знающий мусульман. Нет, я знаю. А вы знаете? Я знаю, потому что я занимаюсь этим много лет. Одного человека он убил. Я говорю, я знаю, потому что мне надо было Коран достать. Я пошел в Йеменское посольство. Не просто так. Нет, Мухаммад убил одного человека за десять лет войны. Нет, сколько войн провел. Я не говорю убил. Я про убил не спрашивал. Я говорю, сколько сражений провел он. Гужуков у нас никого не убил. А от его руководства погибло больше миллиона человек. А, Бабриев, за десять лет войны погибло тысячи людей всего лишь. Давайте не будем. Нет, сражений, количество... Вы хотите, вы хотите... Хорошо, сражения, количество сражений. Я не знаю, по его участии, возможно, сражений четыре, может быть. Семьдесят два. Семьдесят два. Хорошо. Это мусульманская литература говорит, не кто-то. Хорошо. Семьдесят два. Из них только два были оборонительных. Хорошо. И сколько за эти сражения, сколько убито людей? Да я... Один вопрос, это как же... Знают или не знают? Я же вас не обвиняю. Нет. Ладно, ладно. Давайте продолжайте. Накидывайте. Два сражения были оборонительные. Остальные там караваны грабили, проще раздавали бедным. И все. Все. Поэтому мы имеем книгу, написанную на 600 лет раньше. Вы теперь что оттуда взяли? Кто он такой был, Мухаммад? Я смотрю, он был очень любознательный, интересный человек. Ну, женился на Купчихе, она почти в два раза старше. Это ничего не скрывается мусульманами. Я беседовал с имамами и мулами. В миссионерской поездке в доме мулы ночевали в Баку. Так вот, я теперь разговариваю с ними, начинаю задавать по этой книге вопросы. Скажите, пожалуйста, как вы понимаете, он пишет об Ебрагиме, а у нас Авраам называется. Откуда он узнал это? Ну, а те люди, которые рядом жили, там за раз 300, евреи, значит, идет из этой книги Библия. Теперь он говорит, Сулейман, да, говорит, я могу назвать сколько букв в Коране. Он в 1,16 раза меньше нашего Нового Завета и меньше Библии в 5,6 раза. Я занимался основательно, целый том посвятил, не нападая ничего, что было сказано, как шло 1300 лет. И сделал книгу ярким зеленым светом, то есть любимый мусульманский свет. И вот теперь я эти вопросы стараюсь мусульманам дать. Скажите, вы согласны, что он Сулеймана, Соломона, взял из Библии? Да, конечно. А Марьян откуда взял? 34 раза он упоминает. Откуда? 34 раза. Евангелие было написано, инжил. Да. А когда говорит Иса, откуда он узнал? Из разговора или из книги? Вы считаете Иисуса Богом? Скажите мне. Я сейчас первого человека встречаю, который мог бы отмещать. Эти я в отмещу уже 1500 раз ответил. У нас в Библии это написано. Так, вы меня выслушайте. Я вопрос просто задаю. Вы говорите то, что абсолютно для меня, то есть мне, вот момент того, что якобы, откуда взял Мухаммад, например, именно знание о Аврааме, либо еще о чем-то. Для меня, то есть, вот как бы мне было видно, у меня другое зрение на это все. Но какое? Я взял это не с Библией. Для меня у него были просто, то есть, у него было определенное нисхождение к нему, и он, то есть, все это либо записывал, либо еще что-то. То есть, вот и все. И я не говорю, что Библия это плохая книга. Я говорю, что я верю в то, что Иисус, да, я верю, что Иисус Христос. Я в это тоже верю, понимаете? Потому что каждый мусульманин, если он мусульманин, он верит в Иисуса. Он верит в то, что он был постом так же, понимаете? И у нас все это основывается на том, что, то есть, для нас это пророки. Вот и все. Для кого-то из большей части православных Иисус, например, для них это Бог. Так написано в Библии. В Библии так написано. То есть, для вас Иисус Бог? Это в Библии написано. А я верю, раз меня и спрашивают, даже не надо. Он второе лицо Святой Троицы. Вот, хорошо. Для вас Иисус Бог, правильно? Вы на мои вопросы хотя бы один раз... Да или нет? Ответьте мне. Для вас Иисус Бог, да или нет? Бог. Я его исповедую как Бога-человека, который родился на Деву Марию. Бог всезнающий. Бог всезнающий. Еще раз говорю. Бога-человек. Вы даже не слышите. Он не просто Бог. Бог, он был, пока на землю не сошел. А когда сошел, он стал Бога-человеком. Два естества в нем. Не монофилиты, не монофизиты. Хорошо, Бог-человек всезнающий. Да. Да? Да. Бог может соврать? Не может. Всякая ложь от сатаны. В Библии в одной из частей Евангелия, когда у Иисуса спросили, когда будет конец света, Он сказал, что я не знаю знания об этом лишь у высшей силы, то есть Он сказал. И вот смотрите, к вам вопрос, он соврал или он реально не знает? Просто ответьте на вопрос, он соврал или он не знает? Он знает и не соврал. Он говорит по человечеству и по-божески. Как так? Я это не соврал. Ну вы сейчас, я вам отвечаю, вы ответ-то не принимаете. Нет, не нужно. Вы с нами смотрите хорошо. Вы его отталкиваете. Хорошо, так бы это ни звучало, так бы это ни звучало. Извините, конечно, за вопрос. Правда, вот и вы старше меня, я к вам с уважением отношусь. Извините меня, конечно, но вы обрезаны? Обрезание Господь заменил на крещение. А вы крещеные? Обрезание ничего не дает. А крещение омывает грехи. Деяние 22.16. Деяние апостола 2.38. Также Иисус говорил, как его не пить, например. Большинство именно христиан пьет, а мусульмане не пьют. А мы в рот не берем. Вот вы с нами разговариваете. И мы в рот не берем, наши общины. Никакого алкоголя. Ни пива, ни брашки. Ничего. Молодцы, абсолютно. У нас нету, что бусы подбревали. Женщины ходят, как в паранже. Вот сейчас какой именно разговор идет между нами? То есть вы хотите доказать мне, что Ислам взят с религии именно христианства? Ислам, если он встречался с иудеями, то взял от еретиков и от тех, которые христа не приняли. Но он был очень любознательный человек. Много ездил, как купец. Он был в этом вопросе... Вы сейчас что хотите объяснить мне? Я хочу сказать, что сведения, которые даются здесь, они не основаны на Библии. Вот что я хочу сказать. Не основаны на Библии. Он богочеловек. Вот смотрите. Он понимает Дуайт Давыд. Откуда эта фигура? Из Ветхого Завета. Я, допустим, скажу, что слово Дуайт, он проносит в Коране, написанное 17 раз. А в Библии 1780. Это же разница. Теперь, самая центральная книга Библии, в центре она стоит, 150 псалмов. Самая большая по объему книга. Есть там одна страница книга. И он ни одного псалма не приводит нигде. То есть он не знал. Давыд помянул, то есть походя услышал. А это псалмы, которыми молится сегодня больше половины человечества. Дальше. Он поминает Сулеймана Соломона. У Соломона в Библии 4 книги. Ну хотя бы одну фразу можно привести. Не приводит. Все на сморку. Или не знал. Или умышленно замолчал. 4 книги. Если я поминаю труды Ленина, я все его тома прочитал. Я могу привести фразу за фразой. Если Майн камп Гитлера, я и занимался. Я могу цитировать, страницу называть. Он нигде этого не делает. Почему? Как можно отрицать 4 книги Соломона, которые чтите? Как можно отрицать слова Христа, когда ни одного слова евангельского нету? Я вопросы задаю-то. Я вас не трогаю. Я понимаю. Извините. Как его зовут? Лапкин Игнатий Тихонович. Город Барнаул. 81-й год мне. Игнатий Тихонович. Игнатий Тихонович. Я правда очень рад был с вами пообщаться. Ну, смотрите. Тут мне мама пишет. Она говорит, что она пить хочет. Так, подождите. Что там написано? Мне мама только что написала. Так, подожди. Володя, подожди. Просчитай. Может, я не замечу. Он говорит, мама написала, что она пить хочет. Ну, вы сходите, подайте пить, а я подожду вас. Смотрите. А где она? Далеко? Да, она подальше от меня. То есть, я один тут. То есть, вы должны уйти сейчас, да? Ну, да. Вы скажите, пожалуйста, сейчас. Вы можете мне записать два слова? Игнатий Лапкин. Это я, Игнатий Лапкин. Запишите два слова. Ага. Когда вернетесь, мы больше не встретимся. В скайпе напишите слово скайп. Если вы зайдете, я вам скину огромные материалы. У меня... Игнатий Лапкин. Да. Вот только в ютубе у нас 17 300 роликов. Мы строим православную деревню, где нельзя пить, курить, материться, воровать. Вам будет очень интересно. Мы проехали 6 мусульманских республик, Турцию. Я везде дарил книги, 38 томов с мусульманами. И где мы молимся, мусульмане нас никогда в обиду не дадут. Они... Само я спрашиваю мусульман, что ценно? Они не могут ответить. Я говорю, намаз, пятикратный. У нас семикратный, не считая утренней, вечерней молитвы. Мы с ними вместе, вот сейчас я был, в доме мулы ночевали в Баку. Я был на собрании, мулы и лам были. Я им вопрос задал. Скажите, сколько у вас женщин, девушек сохраняет девственность до брачной ночи? Они меня не поняли. Почему? Да 100%. А я говорю, а у нас, у русских, в седьмом классе она на вторую букву алфавит уже называется. Уже не найдешь. Вы умеете хранить женщин. А здесь 85% мусульман за чужими женами гоняются. Маленько приструните их. Я говорю, дома надо за четыре жены колым платить. А тут 44 раздетые голые даром, захохотали сидят. Я вас очень хорошо знаю. Мой дед с мусульманами был, один только в нашей деревне, который принимал их. И когда поехал он куда-то там, они его увидели, с телеги стащили, на руках понесли, рассказывали. Это тот человек, который нас всегда принимал. Мы у него ночевали. У меня корни с хорошим отношением с мусульманами. В деде моем. Очень, очень рад и огромную честь вижу в общении с вами. Правда, вы очень хороший человек. Я надеюсь, что все, что вы делаете, не пройдет даром. И вы будете вознаграждены за все это перед Богом, перед вашим Богом также. Я правда, я с радостью бы пообщался с вами. Вы очень хороший человек. Так, вас как звать? Звать как вас? Меня зовут из Наур. Да благословит вас Господь. Вы выйдете на меня по скайпу, и мы там тогда поговорим. Спасибо большое. Я отвечу на все ваши вопросы. Потому что я много лет занимаюсь с мусульманами. Я говорю, ну, в доме Мулы мы ночевали, в доме Мулы, а потом в мечеть пошли. И я молился, а там между намазами. И что интересно, я помолился, посредине там у них, там мечети. Я встал, они кольца в три вокруг меня, как ваххабиты такие. А когда я поговорил, они по плечу хлопают. Понимаете, они сразу расположились. Мы проехали, я книги дарил, 650 библиотек, с Барнаула до Владивостока, до Лиссабона, Прибалтику, Скандинавию, Турцию прошли. И мы везде молились, семь раз в день. И где мы молимся, мусульмане рядом. У меня 100% уверенности, они нас в обиду не дадут. Никогда. У нас руки чистые, мы нигде не воюем. Мы в армию оружие не берем. Православные христиане. Нас давят свои православные хуже, чем другие. Огромное вам спасибо, Игнатий Тихонович, что вы так выросли таким. Очень интересно общаться с вами. Я всегда любил общаться с людьми, которые старше меня, получать знания от них. И я очень рад, что попал тут на вас. Огромное вам спасибо. Так, знаешь, еще один маленький... У меня видеоканал называется «Во свете Библии». Два слова. «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. И вы... «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Канал. Написать надо канал. И вы зайдете. У меня там 17 300 роликов. И вы посмотрите на нашу беседу, как она вам понравится. Вы серьезный человек, вы мне очень понравились. Спасибо вам огромное. Я также огромное... Очень сильно мне понравилось также с вами общаться. Я, правда, очень рад. Игнатий Тихонович, просто, правда, мне тут мама все пишет и пишет. Ну, ладно, идите к маме. Это большое сыновное дело. Написано «Чти отца и мать». И проклят, кто злословит отца и мать. Русский народ в большинстве проклят за то, что матерно ругаются. Я сам чеченец, и вот сейчас хочу пойти маме в воду дать. Все. Я вас буду ждать по скайпу. А там я скину другое. Мы поговорим открыто. Все. Мы не лжем. Ни одного слова лживо не должно быть. Обязательно, Гнат Стехонович. Я вам напишу. Мы еще с вами пообщаемся. Извините, что я должен вот так вот подчинуть вас. С Богом. Да благословит вас Господь и маму вашу. Вас тоже. Спасибо вам огромное. Аллилуйя.